Николай Петрович точно знал, чего хочет, когда выйдет на пенсию. Он хотел тишины, покоя и уединения. Все последние годы, дорабатывая стаж, он мечтал только об одном – как станет свободен от работы, поедет на постоянное место жительства в деревню. Так уж вышло, что жену он похоронил несколько лет назад, а взрослая дочь привела к ним в дом зятя, своего мужа. И не то, чтобы Николай Петрович не был этому факту, что не один, что рядом близкие люди. Просто квартирка их была совсем крохотная, хоть и двухкомнатная. А скорые цветы жизни внуки подоспели один за другим. Внуки радовали деда, ведь это его продолжение, и покойной Маши тоже. Но вот покоя в доме совсем не стало, нигде было не найти уединения. Вездесущая малышня деда везде отыскивала и требовала внимания игр. А дед уже быстро стал уставать от этой суеты и беготни. Всю зиму Николай Петрович думал и додумался до одного единственного выхода. Так будет лучше всем – и дочке с семьей, да и самому Николаю Петровичу. Решил он переехать окончательно жить на дачу, вернее в загородный дом, который они еще 10 лет назад купили с Машей в одной зеленой живописной деревеньке на берегу реки. Они тогда воплотили в жизнь давнишнюю мечту – проводить летний отпуск, выходные праздники на своей Фазенде, как они называли Сковородкино. Дом купили у знакомых, которые построили себе новый дом в городе, поближе к детям и внукам. Поэтому Николай и Маша получили его из хороших рук хозяев и за небольшие деньги. Сковородкино было уютной деревенькой в полтора десятка домов, со своими чистыми источниками и прудами. Тут тебе и рыбалка, и походы в лес за грибами и ягодами, за травами и просто прогулки по свежему воздуху и красивым местам. Так что сегодня Николай Петрович сообщил дочери о своем желании переехать. Вика одобрила решение отца. Они с зятем помогли новоявленному пенсионеру с переездом и даже в отпуске сделали небольшой ремонт в доме и привезли дров на зиму, сложив их в просторный сарай во дворе. Вместе с Николаем Петровичем переехал и кот Василий, наверное, не менее счастливый переселенец, чем его хозяин. Такой воли в городе ему не было. Василий постоянно гулял где-то в саду или сидел в палисаднике, высматривая других четвероногих деревенских обитателей. «Ой, папа, боюсь, тебе тут станет скучно. Первое время обустроишься, а потом загрустишь», вздохнула Вика. «А ты почаще приезжай ко мне с мальчишками, даже если мужу некогда. Я всем вам буду рад, особенно летом. Сама знаешь, какая тут благодать». Вика согласилась с отцом, а уезжая обняла его и сказала. «И все-таки один останешься, но созваниваться будем. Если что, я приеду, ведь здесь недалеко. И прошу тебя, держи телефон заряженным, а то вечно до тебя не дозвониться». Стояла ранняя весна, дел в это время в деревне немало. Начались посадки, огород, сад и прочая деревенская рутина. «Дров наколи печь на топе, воды принеси». Но пожилому пенсионеру все было в радость, а вечером, сидя в своем любимом кресле, он читал книги и слушал громкое убаюкивающее мурчание кота Василия. Было все, как он хотел, и внуки приезжали часто, не бросали старика, и тишина и покой в деревне облегчали его жизнь. Начинали съезжаться дачники. Николай Петрович был в приятельских отношениях с местными постоянными жителями. Их было всего 10 домов, а остальные наездами с весны до осени. «В этом году вроде бы еще один дом купили, тот, что у самого пруда, а может сняли на сезон. Я что-то так и не поняла. Люди, они какие-то странные», – вещала Петровичу соседка Нина. Но пенсионер на бабские сплетни особого внимания не обращал, тем более на Нину. То и все было не так и не то. Но вскоре Николаю Петровичу все-таки пришлось столкнуться с человеческой подлостью в лице тех самых новых соседей. Лето как-то быстро улетучилось. Сначала Петровичу казалось непривычки, что он в затяжном отпуске. Он старался быстрее управляться с делами. Но потом стал трудиться чуть размереннее, останавливая себя, понимая, что теперь он всегда тут и торопиться не надо. В тот погожий сентябрьский денек он сидел на крыльце и наслаждался осенними теплыми деньками. Спина слегка ныла от работы в наклонку. Мимо дома проехал автомобиль соседей, доверхонагруженный вещами. Никак отчалили в город до следующего сезона, подумал Николай Петрович. Да и пусть, какие-то они неприветливые были. Все бочком да молчком, ни здрасти, ни до свидания. Как будто их не было тут несколько месяцев. А ночью Петрович проснулся от страшного воя. Не то волк, ни то собака. Непонятно. Волкам вроде неоткуда взяться. Вой был такой протяжный душераздирающий, что пенсионер так и не смог заснуть до утра. Соседка Нина тоже пожаловалась, что не спала всю ночь. Такого раньше в их деревне не было. В следующую ночь все опять повторилось. Стало ясно, что вой этот не просто совпадение или случайность. И Петрович пошел искать его источник. И вскоре нашел. На крыльце тех самых соседей, что третьего дня уехали, сидел пес, привязанный веревкой к ручке двери. Видимо, для того, чтобы не побежал вслед за машиной. А что будет с ним дальше, этих людей совсем не волновало. Ну что, дружок, похоже, не нужен ты больше своим хозяевам. Петрович погладил пса по голове. А тот уже не сопротивлялся. До такой степени устал и охрип за эти дни. Теперь и ты знаешь, что такое мерзость и подлость человеческая. Пенсионер отвязал собаку. И со словами. Нам с Василием как раз в компанию такого, как ты, не хватало. Направился к дому. Так и остался дружок жить с Николаем Петровичем и котом. С тех пор прошел год. Любимым занятием пенсионера и пса стали длительные пешие прогулки в лес для укрепления здоровья. Так считал Николай Петрович. Бывшие хозяева пса в деревне больше не появлялись. Видимо, сняли дачу в другом месте. Как-то раз в субботу Вика с детьми приехала навестить отца, но дома его не застало. Наверное, он еще в лесу. С прогулки не вернулся, предположила она. Да ну, он же знает, что мы сегодня собирались приехать и должен был нас встречать. Что-то здесь не так, и ей стало не по себе. Какие-то нехорошие предчувствия сдавили сердце. Пойду навстречу, может быть, найду его в лесу. Она торопилась, предчувствия беды ускоряли ей шаг. Вышла на знакомую дорогу, по которой отец всегда возвращался из леса. Вокруг стояла зловещая тишина. Пройдя еще немного, она вдруг услышала вой. Сердце ушло в пятки, и она ускорила шаг. Потом остановилась и стала прислушиваться. Может, отец пошел другой дорогой, подумала Вика и уже хотела было вернуться назад, как вдруг на тропу выскочил дружок. Он остановился и сел, потом поднял голову и громко завыл. Пес повернулся и побежал по дороге впереди нее. Вика пошла за ним. Он вел себя очень странно. Отбежит на несколько шагов вперед, сядет и воет. И так несколько раз, как будто сказать что-то хочет, но не может. Вика прошла вперед еще метров триста, и вдалеке прямо на дороге увидела тело отца. Дружок подбежал к нему, сел рядом и громко завыл. Потом схватил его зубами за воротник и попытался тащить, но это у него плохо получалось. Однако следы волочения были хорошо видны на песчаной дороге. «У меня плохо с сердцем», – тихо произнес отец. Давит за грудиной и жжет. «Я в сознании только потому, что дружок не дает мне отключиться. Все время лижет языком лицо, тащит за шиворот по дороге и воет на всю округу». Больницы сказали, что у отца инфаркт, и что вовремя его нашли и доставили. Еще немного, и могло быть уже поздно. Вот так бывает в жизни. Николай Петрович спас пса, а теперь и он в ответ не дал умереть своему хозяину. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!